Итак, ребята, всем привет! С вами снова Михаил, мы играем в Deus Ex Invisible War, и мы, по сути, продолжаем с того места, где остановились в прошлый раз, но у нас уже за плечами есть спасённая наша коллега, как её там, не помню, как её зовут, которая, ну, была, в общем, уровнем ниже, мы её спасли, ну, и, собственно, Пола Дентна мы тоже спасли. И на нас, понятное дело, хромовники за всё это обиделись. С сейфом я так и не смог понять, что не так, поэтому нам осталось только свалить через 23-й ангар. Вот и всё. Всё очень просто. Поэтому идём. Фак. Всё, он отстал от меня. Ой-ой. Женщина, спаси меня. Всё, женщина пошла разбираться. Хе-хе. Воу, молд, очень трудно с ним сражаться, давайте загрузимся, попытаемся как-то его обойти через вентиляцию, например, он же в другом коридоре стоит, который мы в длину вышли. То есть до своротка, если идти, то, думаю, нормально всё. Всё, здесь далеко не заходим, вот сюда. И всё, мы молодцы. Вообще, можно обезопаситься даже трижды. Через верх пролезть. Охереть, почему у вас так много? Их там несколько было, один сверху, другой снизу. Вообще, без вариантов. Охереть. Да, это матерые типы очень. Такого сопротивления я не ожидал. Пробуем ещё раз. Так, до сюда мы доходим, окей. Фак! Да что ж ты, скотина, делаешь-то? Да иди вперёд, фак! Я не пытаюсь. Доктор на Сив хотя бы не убивайте. Это... Блин, мне реально бесполезно что-нибудь делать. Вау, вау, вау. Куда? Охереть, охереть. Это просто жопа полная. Ну, сверху давайте попробуем его устранить. Нам же нужно до пульта добраться. С пульта пилота вызвать. С одним-то мы уж справимся. Я попробую его электрошоком жарить. Посмотрим, что получится из этого. Ну, не факт, конечно, что что-то получится. Он же дохера биомодифицированный. Но вдруг, но вдруг. Блин, как они хрипят противно. Опа, да ладно, можно. Опа. Фу-ху-ху, мы справились. Поправились. Итак, Алекс, я думаю, что тебе следует это знать. Я тут кое о чем поспрашивал. Никто не знал, кто послал тебя в Новый Каир. Но тут я начал получать эти новости из Нью-Йорка. Теперь я узнаю, что ты направляешься именно туда. Какие еще новости? В этом городе живет моя девушка, Эрин. И ее окна выходят на Остров Свободы. Вначале она заметила какое-то строительство на том месте, где должна была стоять статуя. И, похоже, хромовники тоже там объявились. А еще мой друг-летчик видел председателя Дюмьей и каких-то спитназовцев в Южном Доке. Я думаю, что ты работаешь на ВТО. В ВТО не все настолько просто. Ну, лично мне все равно, но у меня есть предложение. На этом самолете есть две ракеты класса Sunfire. Я мог бы разобраться с наземным отрядом любой группировки, на которую ты нажалуешься. На бреющем полете? Просто укажи, кого я был лучшим бомбардировщиком ВВС за один заход сравнял с землей окопы в Украине. Я все понял. Отлично. Итак, я прикончу любого, кого ты захочешь за 2000 кредитов. Я уже заплатил тебе. Не за бомбардировку. Мне придется покрыть стоимость боеприпасов. Хромовников. Атакую спецназ в Дюмье в Доке. Так. Конечно, сделаю заход на статую. Блин, а кого убрать-то? Спецназ в Дюмье. Блин, кто такой Дюмье? Ну, давайте хромовников, чтобы не рисковать. Конечно, атакуй хромовников. Чудесно, договорились. Не могу дождаться, когда начну летать по-настоящему. Залезай. Полетели. Ты уверен, что хочешь высадиться на острове Свободы? Я слышал, что это место проклято. Я так не думаю. Это была штаб-квартира УНАТКО, верно? Антитеррористическая коалиция Объединенных Наций. Я знаю, о чем говорю, я слышал. Это было прикрытие для террористов, которые на самом деле сделали серую смерть и вызвали коллапс. Ну, и что? Поэтому оно и проклято. Ничего, кроме смерти, никогда не выходило из этого места. Вот это да, вот эту телегу он нам загнал. Но бомбардировка за 2000. Давай я тебе дам еще 2000, и ты просто вообще всех оттуда вынесешь. Че, уничтожение Джисидент нам в зоне 51 положило начало периоду депрессии и войн, называемым коллапсом. Алекс, я в северном доке. Давай встретимся. Спасибо за кредиты. Думаю, я пока смотаюсь на Таймс-сквер, повидает Сэрин. Не знаю, насколько она поможет, но вот тебе, карта острова, я так думаю, ты с этого острова не уйдешь. Так что зачем рисковать моей птичкой, правильно? Сеанс связи закончил, упрощайся, Лунишка. Алекс, Пол уже присоединился ко мне внутри статуи. Однако, перед тем, как моя машина начнет работать, нам понадобится спецификация протокола сети Аквинос на компьютер на нижнем уровне УНАТКО. Да, моя машина включена в статую компьютерной сети МЖ-12, но в этот раз сеть станет инструментом для всех. Так, что у нас по заданию... какое задание? Так, Великий Прорыв Корпорации Апостол. Корпорации Апостол, передайте данные спецификации сети Аквинос-GC Дентону, после чего отправляйтесь к статуе, чтобы слиться с GC и Гелиосом. Сделав это, вы осуществите Великий Прорыв для цивилизации и самого человечества. Найдите на нижнем уровне УНАТКО компьютер, содержащий спецификации сети Аквинос. Отлично, меня устраивает эта концовка полностью. Так, делаем сохранямбу. Потом, возможно, мы захромовников попробуем. О-о-о! Я здесь задницу себе отморозил. Ломар дистанционно отключили мой защитный костюм, хотя есть и плюс в этой мерзкой погоде. Термовидение очень четкое, чтобы не находилось под УНАТКО, еще не слишком поздно, чтобы не дать им это найти. Они ищут информацию, которая позволит им восстановить коммуникационную сеть. Существующую до коллапса, которую они тут же присвоят себе, неважно, кто найдет ее первым. Такое у меня сложилось впечатление. Не нужно быть гением, чтобы понимать, что все они хотят одного, насильно распространить свою идею на всех остальных. Мир неплохо справляется и без высшего лидера. Мы не можем просто так уйти отсюда. Сможем, но только после того, как уничтожим лидеров всех группировок и разрушим то, что Дж.Си Дентон сооружает внутри статуи. Ты имеешь в виду прикончить всех на острове? Только руководители. Те, кто тащит всю планету в пропасть и машину утопить Дж.Си Дентона, чем бы она ни была. Я готов поддержать тебя, только дай мне задание. Пока просто будь на связи. Как скажешь. Я принял тебе что-то из Кайро, по-моему. Биомод-канистер на крате там. Это был пенсионный Омар. Специально, я закончился с биомодификацией. Что это проблема? Ты страшен? Я не напуган, не ссы. Что это проблема? Ты страшен? Ну, да, немного, окей. Убедил, так уж и быть. Так, значит, у нас еще и третья концовка вырисовывается. То есть они вот вообще одна за другой. То есть мы можем уничтожить всех. Мы можем помочь храмовникам, или мы можем помочь ВТО. Ну, в данном случае, я так понимаю, что я ближе к ВТО остаюсь. Потому что... Потому что вот. О-о-о. Ну, с этим пацаном у нас разговор короткий будет. Вот и все. О-о-о. Бегут, бегут, бегут. Фак. О-о-о, нет. Нет, 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 нет. Только не вы. Только, мать вашу, не вы. Блин, мне дико просто интересно, че там, но... Так уж и быть, мы пока будем разбираться здесь. Робот, иди сюда. Ты не нужен мне, Аликс. Я сам могу восстановить Аквинос. Я только что послал моих спецназовцев в лунатку, чтобы ты не смог передать данные протокола в неверные руки. Ой, да ебись, там ты прогибели. Просто не особо волнует меня, что ты там задумал. Ох, помню я эту штаб-квартиру, как родная она мне. Разваленный у надка. Так, подождите, мне точно туда надо. Да, скорее всего. Потому что так-то нам статую свободы же надо, да? А тут, вот, тут, это, собственно, компьютер этот. Это, это ищу кто. Это, это еще кто? Бомж, ну, все понятно, окей. Нифига, даже в этом снабжении есть. О, я помню эту дверь. Да, было дело. Тут можно было пройти, тут закрыто всегда было. Стену полностью разрушили. Ну-ка, тихо. Так, сейчас проход налево и направо. Нет. А вы кто? Бандит. Что ты мне можешь сказать об этом месте? Что ты мне можешь сказать об этом месте? Это, где я живу. А что тут рассказывать? Это место, где я живу. 15 лет уже. Я был первый, кто здесь оказался. Думаю, это место было брошено во время коллапса. Я не знаю, что там творится снаружи, но здесь мой дом, и я снаряжен, чтобы драться, если до этого дойдет. Да, и что за снаряжение у тебя есть? Просто кое-какие вещи, которые я подобрал с пары бандитов некоторое время назад. А ты здесь с отрядом вторжения или что-то в этом духе? Похоже, тебе пока не удавалось избегать моих лей. Я продаю кое-что из барахла, если тебе интересно. Хочешь, займемся бизнесом, что? Я возьму оружейный мод, дай мне патронов. Пока ничего не надо. Может, другой раз. Хорошо, ты знаешь, где меня найти, если передумаешь. Забудь, скабы уходят. Я буду найти тебя. Ты найдешь этот меч, но он будет попробовать. Ты выполняешь распоряжение Джесси Дентона, но искренен ли ты? Или же тебя включает возможность поделиться спецификацией Аквина с нами? Мы предлагаем тебе твою человечность, тогда как он не может дать тебе ничего, кроме того. При машинной симуляции получено задание какое. Передайте данные спецификации хромовникам, после чего убейте Джесси и Пола Дентонов. Используйте их машину, чтобы распространить глобальное уничтожение анонитов. Сделав это, вы очистите землю от нанотехнологии и приведете хромовников в классик власти. Отступники, устраните лидеров всех группировок и уничтожьте машину Джесси. Это исключит возможность исполнения планов любой из фракций. Ты меня удивляешь! Тихо-тихо-тихо-тихо! Ты меня удивляешь! Где ты? Покажи свое лицо, говорит он. Будьте уверены, я тебя найду! Я уверен, что это ничего, которое мы не можем обеспечить. Так, прячемся. Ты не можешь понять, кто ты с тобой разговариваешь! Ну иди давай, не тупи! Ты сделаешь меня плохо! Там туалет, кстати, я помню, был. Могу, быстро, где ты? Блин. Моя маленькая посетитель, кажется, уничтожил их вместе. Нет, не важно. Теперь я буду победителем! Блин! Сука! Охренеть, ну тут хана Нас просто зажали И все, без вариантов Да, вот эта жопа полная Ох, неужели с ними сейчас на каждом уровне рубиться? Это же такая запара мощная просто Ооо, печаль беда Печаль беда Нам-нам-нам Я думаю, надо поставить оружейные моды на эту штуку Увеличивает емкость магазина Вот это, я думаю, нам пригодится Увеличивает дальнобойность, разрушает роботов Это нельзя Увеличивает скорострельность оружия, глушитель Ну, потрясающе Ну, давайте скорострельность поставим Блин, опять мышка пропала Вот она Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо Фух Фак Фух Вот это фак реальный Там где-то еще одна зараза прибежала Опа Фак Да ладно Боеприпасы кончились Охренеть Ёбаный в рот Тихо-тихо Все, нету больше патронов Унитаз не оторвать, не бросить Писающе Надо было бежать Я вообще про патронов забыл Она как-то вообще катастрофически их сжирает У нас даже сейчас на электрическую дубинку нету Это провал просто полнейший С этими чуханами дуэлиться просто Просто очень затратно Опа 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 Аgef Хер! А ты сми отсюда взялся? Хер! Су-су-су-су-сууу! Вау, а ты отсюда взялся? Хер... Су-су-су-сууу! Да, су-ка... Всё, обрегались. Ну иди... давай, чё ты встал? Ну, отлично. Здесь тюрьма, насколько я помню. Может, здесь патроны найдем? Блядь, здесь еще один ходит. Просто прелестно. Сейчас он отвернется. Можно ящиками кидаться, конечно. Да блин, а? Отвернись давай. Черт, здесь ничего нету полезного. Фак. У меня такое ощущение, что она патронов начала жрать больше после того, как я ей поставил увеличенный урон. Другого объяснения у меня этому беспределу нету. По-моему, она жирает обойму за один выстрел. Ну, потому что мы реально выстрели, ну, может, раз пять-шесть, и у нас просто фух, ничего нету сразу. Даже, по-моему, ракетомет столько не сжирает, сколько это штука. Так, сейчас я буду здесь все собирать. С кремлью, граната. Так, где амод? Оружейный мод, да? Че у нас по амуниции вообще? Так, пять обоим у нас есть, да? Тихо. Может, свалить получится. Фух. Вроде прокатило. Так, сейчас прямо пойдем. Прямо вон оружейное находится. Может, там мы поправим? Да. Как видно, от оружейного тут ничего не осталось. И самое обидное, что даже патронов. Ну, это очевидно. Ёбка. Мать. Я уже думал, еще и поднять можно эту штуку. Так, тут лаборатория какого-то хакера, насколько я помню. Тихо. Сейчас я тебе, зараза, кончу. Не обоим. Не обоим. Не обоим. Вот и все. Еще три обойма у нас при этом осталось. Но с них ни черта не остается. Это большая проблема вообще. То есть, если с обычных солдат хотя бы одна обойма выпадывает, пусть и пустая. Еще не слишком поздно предотвратить еще один коллапс. Передай спецификацию сети Аквинос на Афилю, орбитальную платформу ВТО. Большинство человечества желает восстановления, Алекс. Если ты игнорируешь их, то за что ты тогда сражаешься? Не за свободу, не за демократию. Что-то там, понятно. Опа. Интересно. Этого я не помню в оригинальной части, чтобы можно было здесь под пол спускаться. Будем, короче, с ракетницей ходить. Она меньше боеприпасов жрет. Во всех смыслах, короче, правильно оружие. Но стреляла бы побыстрее, еще вообще бы цены не было. Эти машины были построены еще до твоего рождения, а тебе нужна помощь, чтобы разобраться в них? Я справлюсь. Я помню время, когда они еще работали, они были основой общества времен до коллапса, и они назывались сетью Аквинос, это почти все, что мне нужно знать. Это название никому не было знакомо. К 2050 году протоколы связи стали существенно более полными и засекреченными, пока не были разработаны только один протокол, который стал синонимом всей экономической активности, когда-либо управляемой небольшой группой людей. Разве ты не понял этого, когда я спас Пола? Если я верну их жизнь, жизнь и систему, это будет сделано не для храмовников. Я единственный мировой лидер, который использует эту сеть против машинной эволюции. Пойми, ничего кроме устаревания не ждет человечества. Если мы вернемся к компьютерной экономике, восстанови Аквинос и назначь привилегию концентратора нашей компьютерной лаборатории в Мюнхене. Я подумаю об этом. Сделай это для храмовников, после чего помоги нам перенастроить сооружение GC для того, чтобы распространить и уничтожитель нанитов, но мы покончим с чумой биомодификации раз и навсегда. Ишь, что ты захотел. Хватит мне задание отдавать, прошу вас. Ой. А что там для GC-то надо, я уже забыл. Сейчас мы здесь делаем тоже сохранение. Иллюминатор. GC-дентону. Хорошо, Гелиос уже конфигурирует новый концентратор Аквинос. Теперь отправляйся к статуе. Мне нужна прямая связь с твоей архитектурой биомодов, чтобы правильно настроить ели, чтобы быть центром цивилизации. Электронный разум должен стать отображением интеллекта граждан. Что-то там... Не успел я прочитать, к сожалению. Визуально-аномилизация. Это появлялась инвестикация. Фак. Сука. Откуда вы-то уже здесь взялись, подонки? Здоровье, конечно, ни хрена. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Сука! Да сука, а! Да почему я вправо не могу идти? Вправо не могу идти. Ты сейчас получил мою внимание! Самодестручиваемый план зараживания! Не сломлен! Одни, блядь, дымят, другие взрываются. Ну, я просто ебал. О, господи, как же это всё трудно-то. Слушай, там бомжи вздыхают. Давайте тут посмотрим, в других комнатах. Тут, помню, нычка какая-то была. Здесь кабинет главы был. О, а ты, ты кто? Бомж? Ну, ты неплохо для бомжа одета. Ты тоже. Ну, понятное дело, не работает. Кнопки здесь нет. Здесь туалет был. Этого главы. Унатку. Ой, у меня вообще одна. Здесь тоже... Ну-ка, это вот тех комната. А здесь можно было, короче, на кухню пройти. Здесь вон телевизор, кстати, всё ещё осталось. А здесь кухня была. Блин, автоматы хоть, хоть остались. Нет. Воооооо. По вашей информации, я, кстати, нравится лимон-лайн. О, да? Тогда почему ты не пьешь? Может быть, это... Было что-то одновременно? Ну, мы сначала же сразу туда пошли, потому что здесь меня солдат начал прессовать. Вот. Так что все, в развалинах у надка мы побывали. Фак, там еще один хер этот стоит. Ну, я должен пойти проверить, говорит он. Сейчас он подойдет, я ему вжарю, чтобы у него яйца взорвались нахрен. Давай, давай, сейчас я праведные молнии на тебя, урода, направлю. Что ты, говно, не сюда. Это было адекватно. Взрывы. Бежим! Праведные молнии сделали свое дело. Бомжи, не умирайте, прошу вас. Интересно, этот газ вообще по-хорошему должен распламеняться? Но это было бы, типа, вообще супер крипово. Он распламеняется, рядом бочка, еще и взрыв, типа, ба-бах, и все вообще плохо. И сидишь такой, типа, блядь, жизнь больнее боли. Меня хоть немного восстанавливает, судя по всему, нет. Безнадежен, ты абсолютно безнадежен, приготовься отправиться в могилу. Ну, сорян, чувак. Я на этот раз на стороне Тонга и, это, Дентонов, братьев которых. На западную часть остроса. А мы разве через загрузку сюда заходили? Я не помню. Лол. Вот это лол. Вот это лол. Ммм, там сейчас их по пути еще до хрена будет, ой. Печаль какая. Хватит, пожалуйста. Ах, сил моих нет. У меня патронов даже не хватит, чтобы тебя пристрелить. Здорово. Здорово. Я подчеркиваю вас, если я не могу. Я не могу. О, это будет интересно. Вау! Охренеть. Ну все, мне хана, короче. Пил, пил, пил. Да, твоя душа укрепляет. О! Ай. Фак. К такому я не был готов. Не срочно. Ну вот и все. Хорошо, мы давайте тогда эту серию закончим. Мы на самом деле в полной жопе. У нас нет боеприпасов, у нас медикаменты на исходе. Ну... Да, и будем что-нибудь с этим делать. Вот, а на этом всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok